У нас, смотрите, весь бок заключается в чем? Надо же защищаться. Места попадания, вот такая площадь. Но если ты хочешь защититься просто, самая упрощенная защита как? Руки поставить. Руки, площадь рук, все равно меньше площади попадания. И здесь уже включается защита защиты, в чем заключается? Если ты близко становишься, а близко подразумевается короткая и средняя дистанция. Средняя, это когда ты можешь руку вытянуть и уже достать до цели. То есть ты находишься в зоне попадания. И тебя могут любого умения нокаутировать. Как и ты можешь нокаутировать? Здесь ты все время сфокусироваешь. А если поближе становишься, то вообще еще шире, чем ширина плеч, и начинаешь работать. И здесь ты понимаешь, что ты всегда можешь нанести плотный, мощный нокаутирующий удар. Потому что всегда есть куда ударить, места попадания. Вот здесь, например, дырка. Начинает защищаться. Я бью, интуитивно защищаюсь. Я уже не могу попасть. Значит, я покажу сюда, не бойся. Встань, рассматривай. Не, ну ты на бире не внушаешь, если честно. Я бы тоже не встал. Начинаешь показывать, уже интуитивно защищается. Значит, сюда показал, снаружи ударил. Снаружи показал, внутрь просунул. Потом там снизу бьешь, там, пропадаешь сбоку. Это такое искусство, искусство обмануть своего соперника. Но обмануть очень сложно. Все люди интуитивно развитые. И поэтому, даже если не занимаются боксом, особенно, кстати, женщины, считается, да, считается во всем мире, больше всех зарабатывают деньги спортсмены, которые там известны на телевидении. Их все время транслируют. Бокс вообще там входит, ну, наверное, в пятерку самых высокооплачиваемых видов спорта. А если быть откровенными, то в журнале Форекс, первая-вторая строчка среди спортсменов занимают именно боксеры. Единицы, но благодаря телевидению. Самый-самый там крутой контракт за всю историю человечества тоже боксер заключил. Самые большие зарплаты тоже у боксера. Ну, с чем это связано? Вот возвращаюсь к женщинам. Я сам себе был менеджером, так уж получилось. Поэтому очень хорошо знаю, и с телевидением общался, и с HBO. И там все говорили, если хочешь быть популярным, то популярность приходит, если у тебя, например, там, именно категория, так называемых, кавычек, домохозяйки. Признали, смотрят, все, значит, и популярные. Домохозяйки, это с чем связано? Женщины, например, все время дома что-нибудь кушать готовят, к ним пришел из семьи, садятся там дома, чай попить или еще что-нибудь. 80% будут смотреть тот канал, который женщина включила до этого. Ну, а если смотрят бокс, а очень много женщин смотрят бокс, парадокс такой. Самохозяйки Малахова смотрят. В итоге уже настолько определились, и специалисты многие отвечают, что женщины интуитивно понимают единоборство. Сами не могут, например, показать, но интуитивно понимают. В моей жизни много раз было случаев, когда там в аэропорту иду, подходит мужчина-женщина, ему 50 лет, ей там 45, уже взрослый. И видно, что со спортом никак не связано, просто любят спортом по телевизору смотреть. И мужчина такой, можно там что-то сфотографироваться, и что-то сказать, ему хочется так выразить эмоции, и он там начинает вещи какие-то интересные говорить, как ему кажется, нюансы, которые он увидел. Я понимаю, что далекие от спорта, где-то так. А женщина такая, а мне вот, например, у вас нравится, и начинают вещи говорить, хотя видно, что не занимаются. И такое ощущение, как будто специалист. Так что тут надо отдать должное женщинам. Но возвращаясь к боксу, я вижу, у тебя уже грусть такая в лице. Дайте, пожалуйста, перчатки. Сними. Я не запутался. Да, не, нормально. Смысл в чем заключается? Заключается в том, что защищаться нам же все время как казалось. в церкви воды. Защита. Нырки, уклоны, там, присел. И если вдруг опасно становится, интуитивно, мы начинаем отскакивать от цели, от опасности. Мы когда идем, собака загавкала, что первое? Хочется отскочить. Это срабатывает мост. Точно так же он срабатывает и в боксе. Защита. Но это самая-самая-самая опасная штука. Если ты от своего соперника что-нибудь там сделал и понимаешь, что он опасен и хочешь отскочить, в этот момент самые тяжелые нокауты происходят. Тебе в догонку. Поэтому необходимо побороть в себе. Побороть в себе в голове стереотипы. И если опасно становится, на этом построена вся старая американская школа. Почему про американскую говорю? Потому что там все равно уже там три столетия боксу. Поэтому там больше они продвинулись, чем мы, нежели мы. Потому что у нас профессиональному боксу всего там 25 лет, условно. Так вот если от тебя опасно становится, необходимо наоборот близко стать. Это своего рода защита. Здесь тяжело очень жестко ударить. И вот самый-самый там, например, от защиты лучше. Контр-панкер. Флойд Мейвезер, про него говорят. Он напряк как работает. Опасно стало, он близко стал. Потом хочется самому что нанести. Массу тела перенес, пробил. Опять перешел. Не бойся. Опять перешел. Доверие не внушает. Здесь понимаете, что координация сейчас сложный вид спорта. И здесь надо, чтобы быть прям сбалансированный. Я всегда привожу пример кошки. Ну вот кошачьих. Семейство кошачьих. Они настолько мягкие, пластичные, перемещаются. Если, например, кошка идет, и ты захочешь ее перевернуть на бок. Я, например, у меня ни разу не получилось. Я пытался перенуть, а она сразу широко со мной. То же самое и в боксе. Если ты все-все смотришь, что нам природа дает, в боксе можно добиваться высоких результатов. И вот, например, надо, чтобы ширина между ног была на ширине плеч. Это очень важно. Балансированный, мягкий, отстал. Чуть-чуть развернулся. И все. Если соперник отходит, ты подходишь. Но все время завершается вся работа. Какие бы ты движения совершал, завершается тем, что между ног ширина плеч остается. Так, соперник отходит, подходит дальше. Он пошел на тебя, нашел. Скоро. И самое главное, что когда ты наносишь удары, даже если он далеко стоит, то там шедло, наносишь удары, время попадания кулака в цель, необходимо, чтобы тоже ширина плеч была. По координации это достаточно сложно, потому что соперник то далеко, то близко. Подобрать дистанцию необходимо. И у меня такое восприятие всегда было, что если ты научишься защищаться в лишней, средней дистанции, то, наверное, ты уже научишься там основным азамбоксом. В Америке есть такое выражение. Знаете, раньше были телефонные буты, когда ты заходишь. Помните, да, взрослые, наверное, хорошо помнят, молодые ребята, наверное, видели в Англии, есть телефонные буты, когда ты заходишь, закрылся с собой и по телефону разговариваешь. Достаточно тесно там. А вот если ты научишься драться в телефонной буты, когда вы заходите вдвоем, закрываешь, это условное выражение, драка в телефонной буты. Получается, что тебе тесно. Но здесь еще научиться драться. Помимо всего прочего, еще научиться защищаться. Если ты научишься здесь защищаться, то ты, считай, научился боксу. Потому что потом можно разорвать дистанцию, уже там опустить руки, в тебе сложно будет попасть. Потому что если тут лези уменьшить это делать, ну давай, побей меня. Плотно, поблажите. Давай, здорово. Да, отлично. Кто-то побегал, поблечал. Вот и побег. Такого не будет, бей-бей, не бойся. У меня-то случаи были. Я сам это помню, сам пробовал. Когда 36 килограмм еще видел, маленький. Бывает, бьешь так, что там падают и считают. 36 килограмм. В то же время ребята там 120 килограмм бьет. Человек упал, поднялся вот так вот в эти руки и дальше пошел. Видно по глазам, что там сфокусированы. То есть там даже не было нокдауна. Паража сжал этот факт, а потом я пришел выводу и понял, что, наверное, все-таки это биомеханика правильно распределять массу тела. И мы иногда, бывает, сами себя обворовываем. Их много моментов, где мы обворовываем. Например, когда начинаем бить, опять же возвращаясь к природе, начинаем бить, как вот траектория ноги, правильно включить массу. Ну, это целая-целая там наука. Но она настолько упрощается, что если ты смотришь просто в основу природы, которую нас наделил Бог. Вот как мы хотим, вот берем камень большой, двумя руками, и мы хотим далеко его кинуть. Вот так двумя руками кидать. Да, кинешь, но не очень далеко. Снизу тоже, сбоку там подальше, но там тяжело попасть в место, куда бросаешь. Интуитивно. Чуть подсел, и такой отталкиваешься, да, вперед вверх, и потом плечи поворачиваешь, выталкиваешь. Все, в этом и заключается весь Бог. Вот и удар. И наносим. Я упрощенно сказал. Но, в этот момент, когда ты хочешь нанести удар, и это поступательное движение, самое главное, за пальцы ног передней руки не забрали. Потому что стол, как зашел, все, получается, ты одну руку бьешь. Плохая идея. Уже массу тела свою не включаешь. Понимаешь, да? Рычаги тоже. Когда начинаешь бить, нельзя, чтобы был острый угол. С математикой все хорошо? Знаешь, как он? Да, да, меньше 90. Надо или 90, или чуть дальше пробивать. То же самое снизу. То есть, видели, да? Еще такие азы. Не надо изобретать велосипед и стараться как можно сильно ударить. Потому что сила заключается в том, что чем короче, чем проще, тем лучше. Ну и, конечно, весь Бог построен на мелочах. Я уверен, что и борьба именно так. Потому что там, если ты не знаешь каких-то мелочей, то он тебе помогает. Мне как бы услышал, что сколько стоит один Бог. Я очень понравился. Понял, что наши виды спорта это белочи, да? Ну давай, попробуем. Потому что здесь можно рассказывать. Часами. Подумай. Понимаешь, что эти беды будут, только защищаешься. Сколько трассы стоит? Да, да. Здорово. Я уже об этом не хочу. Можно поземнее даже вкладываться. Отлично, молодец. Такой я оказался в банке. Давайте девочки позволим. А ты передай пока крючатку, кто-нибудь попробуй. Вот, яркий представитель левшин. Сразу передняя рука. Ты как учитываешь? Правая. А это уже, опять же, природой наделено. Сильнейшая правая рука, и мы интуитивно ее выставляем вперед. Как оружие такое, нам кажется. Это часто бывает, а мои дети и взрослые так ошибаются. Основное оружие вперед надо выставить, правая рука. На самом деле нет. Надо ее назад поставить, правую ногу, под одноименную руку, но поставить назад, потому что самое-самое опасное оружие, оно должно быть спрятано. Соберись. Я вам скажу больше. Я всегда считал, я по миру очень много видел, там девочек, которые занимаются и добиваются результаты, чемпионок мира. Я всегда считал, что бокс это не женский вид спорта. И не стесняюсь, это озвучивал. А потом как-то один раз в Германии увидел, а потом в Америке два боя, причем из постсоветского пространства девочки боксировали. Такого качества бокса я не увидел даже у некоторых ребят. По координации считается, что ребята более координированные, чем девочки. Но здесь такая была координация. Я когда увидел, я после этого сказал, что я никогда больше не буду озвучивать, что бокс это не женский вид спорта. Было очень красиво. Свините, я женщине не представляю с накачанной шеей поломанным носом. Соберись только. Одним ударом. Бокси это искусство сократить дистанцию так, чтобы тебя не били, а ты мог попадать. Например, Костя Лзюк, он такой маленький, с ним постоянно ребята на голову выше боксировали. Он так боксировал, опуская руки, в него не попадают, он умудрялся баланс дел и распределять, в него не попадают, а он сам попадает. Такого было. Вот чемпионат мира его, последний, в любителях, когда он в Сиднее отбоксировал. И Форест, легендарный Форест, кстати, парня сейчас не стал, он потом стал чемпионом мира. Сам был не первым номером в сборной Америки. И вот он приехал вторым, первый травмировался, его взяли, и он, если бы не Костя Лзюк, он стал чемпионом мира. А так он проиграл Костя Лзюк. Так он боксировал на голову выше, высокого уровня боксера, на голову выше Костя Лзюк. Он бьет, не может достать до него, а Костя Лзюк ему в ответ попадает. Это вот измая наша. Это точно. Ты уже не стесняйся. Кладывай все. Бери, бродяй. Вот, здорово. Давай, давай, наполняйте. Отлично, можно в руки. Очень важно, если попадаешь, ни влево, ни в право рука не должна уходить. Удар, такое ощущение, вот как молоток взяли, подошли, гвоздь поставили к стене. Бьешь, ни влево, ни в право не болтает, и ты забиваешь. Не сильно гвоздь вкладывай, но четко по одной траектории бьешь. Тогда ты забьешь гвоздь. Держи так же удар. Не сильно, но в одну траекторию. Мы бьем, и у нас рука вот так сведет. Все, это уже разбалансировка. Или там хотим попасть, а у нас вот так. Ни в коем случае. Траектория одна. И по этой траектории возвращает обратно. Давай, подходи, я же тебя не пью. Возвращаю, поэтому... Большая пауза. Самое интересное, что... Как говорил Тайсон, я с ним был полностью позвольте. У любого твоего соперника есть план на бой, пока он не пропустит хороший плотный удар. И сразу план теряется. Кстати, можно на соперника не смотреть. Да. Я часто бывал, смотрел вот прям вот в грудь, опускал и образ головы. Потому что очень ваша, чтобы голова не задиралась. Подбородок. Когда он тебя там заберет назад. И выглядывал. Давайте похлопаем. Молодец. Да, подойди, подлично, почувствуй. Чтобы уверенность почувствовать. Знаете, есть такое выражение. В Америке. Почему об Америке, еще раз скажу. Там старая американская школа. Там три столетия. Можно я тоже перейдем? Да. Мне нравится. Когда дети начинают уже подходить, ты же куда-то говоришь. Я вспомнил, что не услышали. Да, да. У меня услышали. Смотрите. Просто подразумевается, что если вот такие мастер-классы проходят, то они как минимум три часа. Надо заниматься. И поэтому там все успевают фокусировать по много раз. Смысл в чем заключается? Смысл заключается в том, что необходимо подобрать дистанцию. И есть такое выражение. Упереться в цель. Человек от чего устает? Он может очень-очень много работы совершать и не уставать. Но в боксе, по крайней мере, два варианта почему устают. Или он пропускать начинает удары. И начинает терять энергию. Или промахивается. Парадокс такой. Потому что ты когда вкладываешь, если ты не попадаешь в цель, надо удержать, если кулак массу всю удержать, которую ты посылаешь, энергию удержать. Ты начинаешь уставать. Для того, чтобы ты не промахивался, необходимо есть такое выражение. Упереться в цель. Для этого, в принципе, пункция левой руки выполняет 70%. Упереться в цель. Вот я не могу найти цель. Особенно голова, она смещается. Начинаешь с корпуса. Вот, уперся в цель. Я знаю, что я уже не промахнусь. И начинаешь тогда уже плотно попадать. Прям плотно. В любительском боксе, один из самых лучших, это кубинцы. И вот мы не знаем, что у нас происходит с кулаком в перчатке. Вот я, смотрите, я не достаю. А если к поворачиваю правой, достану обязательно. Вот эти 2-3 сантиметра, которые у тебя есть, это самые сложные, самые тяжелые в ударе. Но, мне же нужна уверенность. Вот вы сейчас не знаете, что с моей рукой происходит. Может, она вот так вот находится. Когда опасно, я вот так ее разворачиваю. Когда, например, там хочу нанести удар, начинаю сжимать. Где-то бывает так поверну, так поверну. Это только видят специалисты. А ты так смотришь, когда смотришь там по телевизору, ты даже не обращаешь внимания. А на тебе и не надо. Но от этого все устраивается. И вот скупинцы, например, вот так вот растягивали руку, вытягивали и пальцами. Чтобы не травмируя пальцы, ты сильно не будешь, не можешь достать, а пальцами уже достаешь. Вот и упираешь в цель. Вроде-то нюансы, но если ты его используешь, то он тебе крайне важен для тебя и помогает. И еще, знаете, сейчас мы попробуем. У меня мой первый тренер, я его люблю как отца, Виктор Иванович Сердюков. Я сам в Темрюке родился, здесь недалеко. И он говорил, в советские годы добивался результата. И он говорил, я, говорит, в 40 лет прозанимался, Бог мне не дал детей, всю жизнь там с женой прожил. Я, говорит, с утра до вечера посвящаю себя детям. Я, говорит, получаю от этого удовольствия. И мне всегда казалось, что в советских лет, что мальчишка какой-нибудь сильный физический, дрочун, забияка такой, без страха и упрека, хорошим боксером будет. И, говорит, вот 40 лет за дня в день занимался, и мне не потребовалось, чтобы прийти к роду, что необходимо очень хорошо учиться. И только такие ребята быстрее добиваются результата, потому что лучше думают, быстрее думают, лучше анализируют, стараются. Это я к тому, что параллельно необходимо еще и хорошо учиться. Я, когда это услышал, после этого стал хорошо учиться, он у меня потянулся. Еще и отлично школу закончил с медалей. А я вроде бы боксом занимался. А когда пошел на бокс, был троечником. Показал корпус, поэтому пробил. Вот, на себя чуть-чуть тянешь. Вперед пробивай, прям так, как будто к бой забиваешь. Вот, вот, ты сам почувствовал, да, сейчас удар? Прямо что вложился. Теперь улови, да? Да, нет, но это интересно. Самое интересное, что соперники, в данном случае даже я, я интуитивно понимаю, что он становится опасен, я уже некоторые вещи не буду совершать. На уровне интуиции. Часто бывают такие вещи, когда два боксера выходят и не могут дистанцию подобрать, но один уходит назад, потому что поджимает обе. А первый идет вперед. В течение всего раунда ни одного удара не было, но не сядут в разные углы отдыхать. Тот, который уходил назад, он сильнее устал, чем который шел вперед. Только потому, что он постоянно под напряжением удара находился. Интуитивно. Здорово, посильнее можно. Вот, отлично. Печень здесь. Молодец. Лучшая защита это нападение. Пока я его пью, он меня не будет. Еще бывают такие моменты, когда тебе опасно становится, просто вот так выставляешь и сталкиваешься. В этот момент Кличко хорошо это использовали. Надо им отдать должное. Рычаги большие. Я очень-очень хорошо дружил с Эммануэлем Стюартом, царство небесное. Это вот Володя Кличко, тренер. Он из Англии. Черт, грамотнейший мужчина. Он, кстати, сделал этого чемпиона, который сейчас выиграл последний бой, предпоследний бой у Володи. Он говорил, что говорит, это Тайсон Фьюри, это парень, который после Володи будет чемпионом. Я помню, мы с ним увиделись в Атлантик-Сити в последний раз. Разговаривали. А я только-только бой провел. Защита титула и с Мартиросяном. Первую историю России бой, когда официальный чемпион и претендент из России должен был быть в Америке. Но HBO не взяла этот бой, потому что Мартиросяна не взяла. ESPN купила этот бой. И в Нью-Йорке должен был бой состояться. Мне удалось перенести его в Россию. И я возвращаюсь в Америку на переговоры и встречаю его. А он очень много нюансов и хитростей Владимиру Кличко давал. Парень большой, габаритный, рычаги большие. И там нужно даже его использовать. И он мне говорит, я твои диски с боями вставляю и показываю Володе. Я говорю, Мануэль, ну хватит сказки рассказывать. Зачем Володе такому большому, вот эта работа корпуса, вот такой, как опасно будет, чтобы хотя бы знал, что так можно. Я говорю, хорошо, тогда я признаюсь тоже. Я у вас, говорю, подсмотрел, внимательно смотрел. Вот от того, что ты поворачиваешь руку, можно уже и поменять даже защиту. Вот я, например, вот так встану, пальцами к вам, к сопернику, встану, у меня сразу локти в сторону расходятся. Корпус весь открыт. Только я пальцы развернул, я даже захочу, мне уже неудобно. Я только разворачиваю пальцы к себе, у меня защищается корпус. То же самое с передней рукой. Если я вот так вот бью, как держу, бью, это достаточно несильный удар, такой толкающий. Я в течение трех раундов приучил своего соперника к такому удару, что он несильный. Просто где-то голова откинься, такой дискомфорт создает, но не сильно. А потом в четвертом раунде один раз ударил, прям повернул и плечи развиваю. Получилось такое жесткое почувствование. Я только повернул немножко, по большому счету не прикладываю усилия. Вот что значит биомеханика. Как попал, у него зрачки увеличились. В это время начал прессендовать и поменял рисунок боя. После этого, это самое-самое сложное в профессиональном в боксе, вообще в боксе. Когда ты находишься под градом ударов, ты понимаешь, что идет не так, как ты хотел, не по твоему сценарию рисунок боя, тебе еще, тебя бьют, а тебе еще надо поменять рисунок боя. Это самое сложное. Вот когда так совершил я, после этого он уже не смог поменять. Давай, сейчас пора наблюдать. На себя чуть-чуть тянешь. Да, вот. Еще немножко. Вот, отлично, то что надо. Тем более физически сильный парень. Вот, 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 вот это уже ударит. Классно. Отлично. Левый бок. Отлично. Молодец. Очень хорошие рычаги, правильно бьешь. Победа. Давай, попой, сочель. Давай. Внемо, внемо. Внемо, внемо. И еще. Бывает, вот, вышел парень, и вот интуитивно хочется его давить, и хочется защититься сразу, потому что опасно. Если пьешь, близко не подходи. Когда подальше. Пусть.